Открытие Центра оказания услуг Сочи Водоканала состоялось сегодня в торжественной обстановке. Для самого предприятия это шаг вперед. Теперь есть возможность общаться с клиентами на более профессиональном уровне. Это наша программа Евразийского, которая работает и в Ростове, и в Сочи, и на севере Краснодарского края. Чем мы создадим комфортнее условия для людей, тем лучше для людей, тем лучше для предприятия. Меньше неприятностей, меньше каких-то взаимных претензий и больше понимания и открытости в нашей работе. Вот это главное, чтобы сделать. Мы же работаем для людей и воду поставляем людям. Последнее время мы реализуем очень много технических и строительных мероприятий. В Адлерском районе мы скоро будем презентовать программу развития водопроводно-канализационного хозяйства. Мы провели ряд глобальных перекладок сети водопровода, провели полную модернизацию Лазаревского водозабора, заменили скважинные насосы, отремонтировали и модернизировали насосную станцию второго подъема, занимались серьезным регулированием давления. Сочи-водоканал – одно из крупнейших коммунальных предприятий города, задача которого – поставлять качественную услугу и при этом работать с клиентом в просторном, удобном и уютном помещении, где не одно окно, а 12. И специалисты компетентные ответят на любой вопрос, касается ли это оплаты за воду или подготовки тех условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Условия очень комфортные, очередь быстро движется, очень хорошо, прекрасное обслуживание. Людям было неудобно ходить по кабинетам, а сегодня это действительно лучшее качество услуг, когда в одном центре пришли, и самое главное – люди это оценивают. Видите, очень им понравилось, потому что, ну что, получили, то есть очередь получили, объявили, подошли, комфортно, кондиционирование. 15 видов услуг, которые здесь собраны, они позволяют человеку очень в короткий промежуток времени получить эту услугу и начинать выполнять уже ту задуманную задачу для своей семьи. Система электронной очереди упорядочивает работу с абонентами. На обслуживание отводится 10-15 минут. Прием ведется без перерыва на обед. И немаловажно, что центр предоставляет парковочные места для посетителей на автомобилях. Подобные локальные центры появятся также в Адлере и в Лазаревском районе. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова